И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэм, башня времени. Какой-то диск путешествий, портал, вообще, что-то он мне напоминает, не могу понять что. Возможно, статую из Lost Crown в музее, которая вертелась, там тоже фигуры, три были каменные с капюшонами, возможно, что-то это. Но мы продвигаемся дальше. Здесь какие-то очень странные ступени. Новый телепорт, замечательно. В комментарии, ваш отряд вышел на открытую местность, окруженную множеством зданий. Судя по их размерам, в них могли жить сразу несколько тысяч человек. Что-то сомневаюсь. Здесь нет никаких следов чудовищ. Похоже, башня хорошо охраняет это место. Будет разумно продвигаться осторожно. Сейчас что-то вылезет, откуда мы, да? Как только ваш отряд подходит к камню телепортации, вы взываете к ним. Скорее возвращайтесь ко мне в тронный зал. Это не описать словами. О, это я говорю. Ваш отряд телепортируется в тронный зал. Сейчас опять кто-то приехал, да? Новые персонажи. Винтер из коминг. Отчивочка. Ой, отлично, смотри. Вот они эти морозники. Еще одна делегация прибыла в ваш тронный зал. Кажется, обширные замерзшие земли севера были не столь пустынными, как это считалось. Перед вами предстали несколько морозников. Даже самый низкий из них выше любого вашего стражника. Один из них явно главенствует над остальными. Их лидер делает шаг вперед. Вы пришли с миром. Ой, Кратос, ты ли это? Мои мудрюши провидцы поведали мне. Борон. Борон. Почти как ворон. У меня великое начинание в этих краях. О том, что вы ищете силу в глубинах, способную исцелить наш сломленный мир. Я предводитель своего народа, мастер клинка. Мы хранители камней памяти ушедших лет. Не так давно мы наткнулись на странное, новое воспоминание. Не из прошлого, а об этом самом моменте, что мы стоим здесь, перед вами, в этих больших залах. Оно направило нас прийти сюда и постичь его смысл. Мы готовы перемкнуть к вам. Вы с радостью принимаете предложение помощи. Тем не менее, вы начинаете беспокоиться, видя растущее число своего отряда. Кто призывает всех этих героев вам на подмогу? Теперь вы можете добавить мастера клинка в свой отряд. Так, Борон присоединился к вашему отряду. Мускулистый гигант способен, наверное, носить только среднюю броню, но имеющий много здоровья. Варвар. Ну, короче, Кратос. Ему не нужна мана для использования своих навыков. Вместо этого он подпитывает их накопленной в бою яростью. А, ну это как... Господи... Короче, как варвары спилерсов. Я опустил. Он очень спокоен по своей натуре и все тело предано своей миссии. Хранение воспоминаний о древностях в Великом Камне Памяти. Тем не менее, как и все морозники, он врывается в бой со всей яростью воина-поэта. В нем можно найти вооружение. Вы сможете обучить его новым приемом, если найдете подходящую книгу знаний. Этого героя можно добавить в отряд. Хорошо. Так, зал инженерии качнуть надо. Замечательно. Оружийный борон. Вот он красивый, замечательный. Какого он уровня? Четвертого. Ну, даже не знаю. Вообще, мне кажется, если его брать, то брать... Ну, как-то... Я не знаю. Просто Рахам, он... Я бы его заменила на кого-нибудь, если честно. Но что-нибудь поинтереснее. Потому что, в принципе, у него такие навыки... Ну, как бы... Я не могу сказать, что я вот без них не проживу. Вот навыки Кенни... Они клевые. Потому что там Хилл. Опять Джон Блойн. Там все такое. Мэйв и Эрик вообще незаменимы. Никогда я их не уберу. Есть только чем-то что-то такое. Прям мега-мега не будет. Давайте посмотрим на Борона. Что он из себя представляет. И качнем его заодно. И возьмем его на него. Посмотрим. Так. Ух ты же, господи. О, вот это уже интереснее. Вот это уже. Я даже по этим самым вижу. Ему же не нужно... Магическое вот это вот все. Давай посмотрим для начала вот сюда. Рассечение. Урон рассечением. Рассекает врагов в конусе. Замечательно. Прыжок вообще замечательно. При столкновении увеличивает показатель угрозы. В удаленное место. Офигенная вещь. Люблю такие штуки. Создает проницаемую ледяную стену. Наносище урон при создании... И продолжительном физическом контакте с ней. Ну, такое. С одной стороны, прикольно. Замедление, кстати. Ну, не, мне кажется, если его брать, то вместо Кенни все-таки. Но у него нет и Хилла, понимаешь? Ахилл меня нередко спасает. Если уж на чистоту. Так. Рассечение. Ой, ребятки, извините. Деваю. Буду девать. Решила что-то на ночь глядя поиграть в эту игру. Что-то захотелось мне. Урон по сечению 10%. Генерация ярости за атаку. Для двуручного оружия. Урон 52. Продолжительность 40. Ярости 2. А здесь... Урон. Ну, не знаю. Надо посмотреть хотя бы так. Вот прыжок точно клей. Слабость. Вот слабость это 5. Слабость это брать. Вообще даже не думать. Вот так вот. Нет, давай пока не будем жадничать. Глушающий крик. Накапливает ярости, оглушает стоящих перед... Ну, а глушение на сколько? Подожди, на сколько? Плюс 2 секунды. А сколько было? 6. Фу! Несерьезно. Просок топора. Ну, точно надо. Либо вместо этого гнома. Потому что все-таки у Кинни хил. Ну, он один из первых. Слабость. И тут слабость, слушай, вообще топовая. У него что, неспособность? Тут какой-то прям мега топчик. А здесь кровотечение. И 20 секунд. Но здесь слабость 30%. Слабость всегда лучше, если честно. Так, бросает огромный молд. Тут бросает, там бросает. Офигеть. Урон, слушайте-ка, что... Огонь, мужик. Просто. Кидает, бросает, прыгает. Офигенный. Оглушающий крик. Ну, на самом деле... Вроде как бы прикольно, да? Но я такими способностями очень редко пользуюсь. Мне кажется, слабость... Это намного лучше. Так. Ну, давай его с собой возьмем. Гном, конечно, классный. Ну, вот так вот даже. Потому что здесь особо не пихается. Хотя... Подожди. Слушай, а... А, это рейджи. Это же не мана. А рейджи 25. Сколько? Это много? Вообще, наверное, да. Так, подожди. Здесь тоже 25. Ладно, черт с ним. Он здоровье повышает. При хороших отношениях... Так, теперь самое страшное. Здоровьишко. Я думаю, скорость ему очень важно будет качать. Мастерство ему не нужно. Становление маны в бою. Ну, это вообще ему не нужно, потому что у него нет маны. Надо, конечно, еще посмотреть, все-таки, как это работает. Потому что... Ого, да. Ну, давай скорость и силушка. Так, давай почитаем по нему. Борн. Мы наблюдаем и запоминаем. И так до скончания веков. У всех рас артары, ремесла, мечты и знания передаются от поколения к поколению. Все, кроме морозников. Ибо расе, которая торгует воспоминаниями, не нужен концепт учения. Все человеческие дети растут на историях о морозниках. Ни на кого не похожих великанах с севера, которые связаны между собой духовно и мысленно. Существа, способные записывать свои воспоминания в камни, а затем забирать их. Для них это как обычная речь для других рас. Я слышала, что король Дейдрик рассказывал о великом зале камней на севере, где собираются воспоминания всей их расы и хранятся в священных камнях памяти. В этом зале при достижении зрелости юные морозники выбирают, с каким из них выйти в мир. После чего они всегда будут под влиянием воспоминаний о давно ушедших эпохах. Когда я сижу перед их делегацией, мое сердце наполняется благоговением. Они гораздо выше моего трона, и их яркие оранжевые глаза смотрят прямо в мою душу. И при этом я чувствую лишь спокойствие и благожелательность. Глава их делегаций, Боран, вежлив, образован и недвусмысленно выражает свои мысли. Он говорит, что наш мир движется к эпохе хаоса, с которой мы можем не вернуться. Мне хорошо известно, что его народ ценит культуру и искусство. Они почитают возвышенное и ненавидят уродливое. Я не думал, что когда-либо столкнусь с таким противоречием. Но есть что-то еще, о чем он не говорит прямо. Далекое прошлое, полное дикости и жестокости. Память о нем сохранилась, но намеренно игнорируется. Слова моего друга-гиганта красивы, но я чувствую его внутреннюю борьбу. Он говорит о пацифизме и поиске мирных решений в эти темные времена, но при этом держится за свой топор. Под его храбрым лицом чувствуется страх, который он всеми силами пытается скрыть. Отправлять его вместе с остальными может быть рискованно, но никто... но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ой. Так, сейчас кошка просится выйти. Вы пока послушайте музыку, я на две секунды отойду секундочку. Ой. Ох уж эти кошки. То им войти, то им выйти. Так, чё, 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 чё бы тебя нарядить-то? Так, ну давайте двуручник пока что у гнома заберем. Ну или нет. Так. Ему обязательно надо двуручный... О, кстати, была ещё меч разрушения. Может, что-то его когда-то получили? Шанс крита, кстати, нечестно. Вот это уже интереснее. Вот это уже интереснее. Урон не такой большой, но шанс крита неплохой, и защитка возрастает. А тогда... Мега-то прыщи поставим. Нашему другу. Так. Тем более у него в навыках всё намекает на то, что он должен с двуручкой ходить. Так, ты у меня можешь только в лёгкой вновь не ходить. Это, конечно, налагает определённые сложности. Кальций гелиоса. Какой смысл в нём просто посмотреть на него? Такое, короче. Я могу ему, в принципе, сделать шкурку и перчатки, потому что вряд ли мы в ближайшее время найдём. Так, оружейная кузня предметов. Не туда опять лезу, господи. Сборка нужна. Я путаю сборку кузню предметов. Так, ты. Ты, ты, ты. Средняя броня. Давай посмотрим. Давай синенькую пока что сделаем. Не будем выёживаться. А, чё там ему ещё нужно было? Пускай пока так походит. Ничего с ним не случится, я думаю. Калычка сейчас ему какой-нибудь амулетик. Не такое. Ну, пускай будет так. Пока что перчатки тоже на него не налазит. Можно с девчонки, конечно, перчатки снять, чтобы как-то баланс... Хотя здесь минусы в основном. Какой уж там баланс. Хотя сила навыка. У неё амулеты, вот это вот. Пойдёт. Сколько у тебя... Правда, у него сопротивление в воде совсем падает. Нет, давай наш чё. Зачём я вообще надеваю эти перчатки? Только из-за силы навыка. Ну, вообще, да. Пускай будет так, а вот это вот... Он всё-таки ближе не боец, в отличие от неё, да? Давайте немножечко... Вот так сделаем. Потому что у неё здоровье не сильно заканчивается, а вот у него явно будет повеселее в этом плане. Ну, как-то более-менее. Сейчас, если кто-то говорит, что ва, не надо было разбирать, господи, я не жалею вообще о том, что разбирала какие-то вещи, потому что они всё равно были барахлом. Так, всё. Идём в башню. Вот этаж. Подожди. А, всё, я понял. Я думаю, что там за четвёрки, двойки, а ты персонажики. Давай посмотрим на нашего Мега Кратоса. Здоровье у него, конечно. Ну, правда, кстати, у Кенни больше, но, правда, у него и уровень больше. Не, всё-таки ум, смотри. Мана, как будто бы всё-таки это мана. Или что это? Короче, нужно на практике посмотреть, что это всё представляет. О, смотри, какой он. Ну, не такой уж он, кстати, большой. Так, ну классно, чё. Вообще, конечно, с гномом клёво ходить. Он весёлый такой. Ну, как весёлый. Ну, поняли. Ну, просто убирать Эрика или Мэйв, ну, это бессмысленно и беспощадно вообще. Так, остальные ворота. Массивные ворота заперты, нет никакого очевидного способа их открыть. Рядом должен быть какой-то механизм. Так, ну, колечко. Сейчас мы быстро приоденем наш хребет. Ага. Сидят такие. Пусть к мастерству тяжёл и извилист. Иногда его ищут неверным образом. И чтобы отучиться от вредных привычек, нужно проявить в 10 раз больше усердия, чем чтобы их выработать. Когда ты практикуешь магию, это может иметь уже состоящие последствия. Минус 2 мастерства, плюс 10 к пробиванию магической брони. так, не туда залезла. Моих, что ли, дать? Мастерство-то, в принципе, накинуть потом можно. А вот пробивание брони на дороге не валяется. У него вообще... Вот интересно, у него будет минус 1. С другой стороны, у него же нет маны. У него есть ярость. Но как она работает, не совсем понятно. Надо, короче, хотя бы один бой провести, прежде чем брать этот свиток. Потому что если ему именно мана не нужна, то почему бы ему так не сделать? Восприимчивость к магии. Окончательные выводы. Среди многих других книг, причем у него, как бы характеристик, есть Ом, то есть как будто магия все-таки есть. Я, короче, не понял. Привлекает взгляд. На протяжении многих веков было много споров о том, что именно определяет близость к поглощению маны, а также что определяет степень ее силы. Только после многочисленных исследований между 543 и 613 годами 5 эры было установлено окончательное доказательство. Магическая близость не зависит от расы, пола, статуса, профессии, наследия, межрасового смешания, уровня интеллекта или цвета волос. Магическое сродство абсолютно и бесспорно случайно. Конечно, эти результаты привели к новой области исследований, направленных на выявление правдивости этого заключения. Как обуздать саму погоду? В этой книге 3000 страниц. Ваши герои просматривают книгу с надеждой, что она позволит людям лучше подготовиться к ужасным штормам, которые настигают Артару, предполагалось, что кому-то из них удастся прочесть и понять эту книгу. Однако книга заполнена лишь метеорологическими наблюдениями и характеристиками климатических моделей, таких как лето или морская среда, которых больше не существует на Земле. Свиток Чар, стихийный сокрушение... Ну что-то мы уперлись. Так, там было закрыто, да? О, что это? Ух ты, шо, господи! Не обогай мне. Так, отлично. Главное сейчас внимательно смотреть за жирным... За нашим, в смысле, жирным. Да, у него... Это рейдж именно, это не мана. Хотя 110, ну это, видимо, рейджа 110. Всего. Надо... Вот, блин. Надо сохраниться, взять свиток, когда будет минус одно мастерство, и посмотреть, увеличивается ли максимум вот этого вот. Потому что все-таки максимум, он же тоже, наверное, влияет. У него, кстати, довольно быстро накапливают. Не, ему все-таки мастерство тоже придется как-то дать, более-менее, потому что, ну а как? Как-то... Не туда стреляешь, милая. Так, ну хорошо. Сейчас мы как прыгнем, блин! Не, не берем. Тоже не берем. Так. Вот не люблю, на самом деле, что в пиларсах, что здесь чувствую, не полюблю. Персонажи, которые могут использовать какие-то свои вот эти обилки, только если они нанесут достаточное количество урона. Я не люблю таких, такие классы. Они, они обычно очень сильные, но с нюансами. Мне всегда очень сложно как-то проникнуться. Но они мощные обычно, ребята. Ну реально Кратос, посмотри на него. Так, назад. Ай, все-таки не успел. Так, ну что, давай посмотрим. Хотя нет, вы уже почти сдохли. Как-то жалко, да, тратить это все. Так, ладно. Стоим, ждем, что они там кастуют. Горись как люди. Зря. А, не, нормально. Нормально. Сдохли они где-то там под этим дождем. Золотым. Что жирненькие враги пошли так, что-то они так не спешат умирать. Ну как жирненькие? В меру. Прям чувствуется разница по сравнению с предыдущими. Ой, 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 не успела, не успела, не успела. А, что там надо грести? А, он уздох. Все, все, хорошо. Ну куда ты встаешь-то, ну еди ты, ну? Эрик, ну твою-то мать, ну. Чего ты расстраиваешь меня? Ну ладно. Чего? Быстрый. Посох, остюм, дерево, молнии. Допустим. А, ой, я же перчатки, по-моему, так и не поставила, да? А почему? А, потому что, потому что они странные. Так. У-у-у. У-у-у. А, это ж посох. 26, 6, 46. Ну не. Ну не. Блин, ну вот эти вот... Ой, ну вот зачем? Ну смысл. Эх, ладно. Так. Все, все хорошо. Спящий огур. Внутри палатки спит. Огр тихо. А, он спит. Видимо, он не заметил, что его товарищи давно уже ушли из этого района. Это он спит? Честно говоря, он думал, он дохлый лежит, как тот, на столе. Так, здесь не пройти. Ох ты, господи, что-то магически преобразовалось. Зачем. А, поднимись просто. Это интересно. Это какой-то город, прям город, город. Смотри, да? Так, что... Тут лежит тапочка. Что тут? 20 здоровья. Это то, что всем из нас нужно стремиться сохранить. Чем ты здоровее, тем больше врагов сможешь убить. Ну, у него и так много здоровья, на самом деле. Ну, пускай будет больше. Чё бы не будет такой прям неубиваемый, яростный кратус. Нужно еще будет потом преобразовать. Потом посмотреть, с какими персонажами его лучше ставить. Стены сделаны из металла. Что, думаешь об этом вождь? А, его с нами нет, но он все равно говорит. Это как работает? Древние использовали металл в своих постройках. А, то есть, несмотря на то, что его со мной нет, он все равно разговаривает, да? Класс! Отлично, блин. Я так переживала, что... Ну, типа, если ты с собой не возьмешь... Ну, знаете, как в Драгонаге, да? А здесь, видимо, не стали так заморачиваться, прописывать. Видимо, они там через трон с нами, говорят. Оставшиеся там где-то, ребята. Они строили высокие башни с удивительно маленькими опорами. Эти постройки были известны прочностью и выносливостью. Вы для нас все эти инженерные технологии утрачены. Слушай, это получается, по сути, нет как бы мотивации... Перепроходить с другой партией, да? Что, послушайте, комментарии. Может быть, конечно, с одной стороны это хорошо. С другой стороны, наверное, не очень. То есть, ты сразу видишь все комментарии, а просто ходишь, по сути, с тем, с кем тебе выгоднее на данный момент ходить. А, хотя нет, подожди, вот он, гном-то. А, нет, смотри. Они как бы ходят с нами, но сражаемся мы только четырьмя. Получается, да? А как это логически объясняется тогда вопрос? Ну, тут странная хрень, конечно, тогда. Ну, ладно. Увы, для нас все эти инженерные технологии утрачены. Если в этой башне есть то, что я думаю, в ней есть, то я бы хотела вернуть эти знания и застроить Артару зданиями, тянущимися к небу. Гномы обожают заменять природную красоту камнем и металлом. Я бы хотела видеть мир таким, каким он был раньше, покрытым бескрайними зелеными просторами. Ха, только эльфы не ценят труд и мастерскую работу с металлом и камнем. Его бы воля, мы бы все на деревьях жили. Каждому свое. В любом случае, нет смысла спорить о мечтах, о стремлениях. Так, а как-то эта страна тогда работает. Ну, классно, да, мы все вместе ходим. Ну, почему мы тогда не деремся вместе? Так, что за преобразователь? Нормально. Древние могли соединять три меньше кристаллов, один более сильный. И соотношение перед трансформацией так и на ну. Как там? Ой. Ну, ладно. Допустим. Так, подожди, а если я хочу синенький? Ну, окей, ладно. Так. Рычаг. Вот, отлично. О, схема. Секреты темного золота. Ваши герои нашли текст, описывающий детали ковки и обработки темного золота. Несколько реликвий из этого материала все еще лежат глубоко в хранилище гномов. На золото слабо похоже, отсюда неточное название, но при ковке становится прочнее и легче стали. Теперь ваши герои могут посетить кузню и выполнить продвинутую, слава богам, наконец-то, продвинутую улучшение оружия и брони, используя этот материал и сопутствующие ему методы. Это уж и досталь, честно говоря, надоело. Так. Сломанный мех. Похоже, в этом конструкте не достает несколько частей. Ваши герои должны отыскать их. Возможно, эта машина сможет их осведомить об этом месте, если они починят ее или даже согласится их сопроводить. Ну, допустим. Куда телепнемся? Где у нас там закрыта была? Так, вот тут мы чуть не погуляли. Вода окружает эту часть башни, но они не видят, насколько она велика. Кроме света, в этом призрачном городе и факелы в их руках все остальное чернее черной тучи. Немножко. Так, вот она открылась. Хорошо. А, я так и знала! Я так и знала, блин! Я так и знала! Слишком много сундуков на один квадратный метр. Ох, 130 урон. Зарву 14 тысяч. Жопа нам. Так, ладно. Я так и знала, блин! Я еще думала, надо сохраниться там точно мимик. Ну, так это... Не, я не буду специально вот... Вот специально не буду сохраняться, думаю. Чтобы потом, когда там будет мимик, я могла бы заорать. Я так и знала. Я так и знала. Ах, ты ж скотина, я не вижу, когда они так делали. Ах, ты ж скотина, я не вижу, когда они так делали. Ауру замедленнее не сработало на него, что ли? Нет, сработало, нормально. Ах, ты гадинка. Ай, теперь спады. Так, проблема, 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 проблема. Продолжение следует... Мы от него все равно не убежим, от его оглушения. Так что, наверное, за стенку даже смысла заходить нет. Ну, вдруг стенка как-то защитит меня. Она не уверена, вообще не уверена. Ну, естественно, нет. Хана. Сейчас все здоровье поснимает, гнида. Ему еще и защиты особо нет, сейчас. Блин. Не, вот на него рано. Мы напрыгнули, конечно. Ну, так всегда. Стоп, 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 стоп. Успею ли я, успею ли я хоть что-нибудь сделать? Ну, ничего не успею сделать? Не, все, хана. Не, 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 не. Вот эти две аурины. Пошел вон. И, не, 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 не. Поехали с Weinetter. Давай. Ну, это меня всё равно спасёт. Ну, хотя бы чуть-чуть ещё. Поживём чуть-чуть. Иди сюда. Нет. Только призвала. Ты ещё даже, по-моему, не успела. Беги, 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 беги. Наш было хил использовать. Ну, ладно. Что бы ты, падла, здоровья не высосывала из меня. С моим сраным разломом. Давай. 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 Почему же тебе-то так достаётся-то, ну? Кеня! Кеня, живи! Кеня сейчас упадёт и сдохнет. Кеня! 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 Беги! Нет, лечись! А теперь бегите оба. Не смей лечиться там. Кеня, 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 кеня. Чуть-чуть выковыритесь оттуда. Чуть-чуть выковыритесь оттуда. Пускай подходит. Давай, давай, давай. Так. Слава, 25. Давай хоть посмотрим это. Прикольно. Давай, давай, ну! Ух! Вот это было. Хорошо. Кто молодец? Я молодец. Блин, Кеня почти откинулся в какой-то момент. Но я молодец. Я клёвая. Так, эзотерический золотой двуручник. Какой-то меч токсина. Ну, я не знаю. А что-то там ещё, по-моему, поваливало. Шаршина, жопник. Броня минус 5. Как-то... Ну, минус 5, при этом 22. Ха-ха! Как это работает! Ну, здесь огню сопротивление. Как это получается, что... А! Всё, я понял. Ха-ха! Я затупил. Ммм... Слушай, ну, я не знаю. Вот этот осадный молот, он всё ещё... Всё ещё топ. Ну, минус 2 силы. Ну, господи, кому нужна минус 2 сила, когда 30% шанса крита, урон рассечения в 60% физически... Что вообще здесь? Может, я просто не понимаю как-то этого прикола? А, ну да, я видимо... Не, ну всё равно. Три-четыре урона в секунду. Ну, блин! Ну, как бы криты... Криты на дороге не валяются же. Ой, это не то. Подожди, оружие. Пятнадцать, тридцать четыре... Двадцать пять семь. Ну да, шанс крита очень сильно падает, ну потому что да. Скорость атаки... Так... В принципе, урон... Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Урон в секунду? Да, тридцать четыре. Всё понятно. Ну, блин, ну рассечения же... Может, я, конечно, ему слишком... Большое значение придаю? Этому рассечению. Пробиванию магической брони вон тут появляется. Ну, шанс крита падает. Худеть не знаю. Не знаю. Не знаю. Я знаю, что это одноручный, двуручный, если что. Сорок шесть. Кстати, а как получается, что с этим мечом? Без... Без... А, ну типа со щитом считается, да? По умолчанию. Ну, то есть, мне как бы считают так, чтобы я каждый раз не ставила, я так понимаю, да? То есть, сразу же. А, не. Может, полающий меч ставили до этого вроде. А, полающий меч. Нет, жалко, здесь нет какого-то такого деления, знаете, куда можно скинуть. То есть, то, что ты вот не хочешь, чтобы у тебя лежало в основном инвентаре, но то, что ты не хочешь разбирать. Вот оно лежит, это вот куда его деть? А, подожди, я как-то неправильно смотрела, по-моему, потому что... Ну, тушнее. Я прям не знаю. Ну, давай посмотрим на это, ладно. Можно его, кстати, зачаровать. Этот мечик на что-нибудь, кто вы? Можно метнуться в город. Зачаровашка, зачаровашка. Что тут есть? Очки маны, не имеет маны. Ослабляет броню противника на 20% в течение этого, кстати, второго уровня. Тут это за испытание получено. Эпическое, там, то ли невозможное какое-то. В течение 10 секунд эфир не будет суммировать с... с премия чары. На 10 секунд кровотечение. Ну, кровотечение, кстати, неплохая штука. 6% отнесено урону тоже, в принципе, нечеток. Для воина-то, да, по чуть-чуть там ковырять. С другой стороны, воин не так часто бьет. Это хорошо вот всяким лучникам найти, наверное. С другой стороны, и им слабость, наверное, клево наносить. Видишь, каждый выстрел... ослабление, ослабление. Понятно, что оно не суммируется, но оно поддерживается. Теоретически. Кровотечение. Интересно, а вот урон от кровотечения, он как-то, ввиду того, что я его опять же нанесла, от кровотечения от этого падает мне в ярость или нет? То есть это же как бы мой урон считается? Ну, типа... Давайте попробуем. Ой, подожди. Что у меня есть тут? Ну, жопник. Шипы. Ну, шипы-то здорово, но ко мне особо никто не подходит. Не будем пока тратить. Так, головенка. Давай, ладно. Щиты, кольца, амулеты. У меня, по-моему, здесь шипы страдают. Все, только меч. Ну и хватит пока что, я думаю. Ну все, пойдем. Надо качнуть, наверное, было еще кого-нибудь. Ладно. Великий город. Телепорт. Хорошо. Прямо реально такой город, да? У нас лодочка какая-то. Голюшка. Что тут за свиток? Мана 10. Сущность маны всегда не хватало в артаре, но с появлением узлов маны и магия стала легко доступна почти для всех представителей всех рас. Тайны маны не раскрыли никакие исследования. Мана – это благодать, от которой нельзя удержаться, и проклятие, от которого нельзя сбежать. Так, вот сейчас я хочу кое-что посмотреть. Сейчас и сохранилось. 110 у нашего мужика было, да? Осталось 120. Ну, максимальное количество ярости. Ну, пока он дойдет, блин, до этой ярости. Это нет. Это вот вообще нет. Серьезно, я еще пока что ни разу не доходила до максимального уровня. То есть там постоянно нужно что-то использовать. Поэтому… Поэтому, поэтому… Даже не знаю. Ну, пускай тебе. Он же тоже все-таки всякое использует. Жарец мой. Ночной. Проклятое колечко. Регенерация здоровья неплохо, но очки здоровья меньше. Регенерация магии. Ну, 40 здоровья – это, на самом деле, не так много. А вот регенерация здоровья – это 5 единиц в секунду. Если да, то это очень-очень хорошо. Регенерация маны – ну, как бы это грустненькое. Ну, вот регенерация здоровья, видите, надо посмотреть, как оно работает. Ну, а здесь еще сопротивление. А, это же Гелиос. Я еще думаю, что за фигня. А что там у меня до этого-то было? Шипы, конечно, жалко. А, ну, хотя они тут есть. Вот кольцо владыки – что это такое вообще? Вот это у меня, по-моему, стояло, да? Ну, пробивание магической брони – это такое. Так, господи, зачем вы меня путаете, ну? Не меняют мне какую-то фигню. Так, ладно, посмотрим. В этой большой пещере повсюду летают синие сферы. Кажется, они пытаются достичь зеленого ила внизу, просто чтобы оттолкнуться от него. Ой, какие большие страшные. Там что-то дичь какая-то стоит. Эээ, ну, вот это что такое, оскорненная зона. Так, подожди, я запуталась. Как мне пройти? Вот тут, подожди. Я не понял. Эх, подожди. А зачем вот так вот рисовать, чтобы вот это выглядело вот так? Не пойдем. Может, мы по этим штучкам пройдем? А, да, пройдем. Нормально так. Окей, ладно. Орды каменных – это они нижнекаменные, нифига. Хотя вот здесь выглядит как… Но они как будто металлические. Стремительно приближают. Смогут ли ваши бронированные герои защитить стальных… Стальных, ага. Стальных членов отряда? Или у вас есть своя тактика? Господи, иди ты. Троллит меня что-то там. О, какая интересная арена. Пойдем сюда. Такая же, в принципе, как старая, но теперь сюда еще вниз добавилось вот это вот. Можно было бы, конечно, остаться здесь, чтобы встречать их на мосту. Но здесь такая маленькая территория, на самом деле, я не люблю такое. Ах, конечно, не хватает сейчас румных вот этих вот, которые будут встречать врагов. Но, с другой стороны, очень часто бывало так, что… Сможем сошли. Что враги не всегда, не на все наступали руны, и в итоге, ну, толку было мало. Там еще какие-то козельки идут. Ах, хватит в меня-то плеваться, слышь. Что я вам сделала? Что-то враги реально пожирнее пошли. Ощутимо. Даже не то, что пожирнее. Больно бьют иногда прям. Прям не нравится мне это. Что там у нашего Кратоса? Пока что ничего. Ну-ка, у них есть? Спротивление воды. Давай. Ой, он теперь такой медленный, господи. Этот, кстати, очень быстро бегает. Может быть, я, конечно, привыкла к тому, что этот медленный находит слишком медленно. Так, Кратос, давай. Ну, урон не такой большой, но это не самое главное, потому что самое главное – это слабость, которая на них накладывается. Так, вот в это поплюйте, пожалуйста. Ну, туда лучше. Куда ты ломанулась-то, милая? Ну, вот же, сюда можно подойти. Уф! Так, ладно, давай. Так, ладно, давай. Тихо. Так, ладно, давай. Что ж всё в лучницу-то летит, а? А, нет, лучница-то, вот. Так. Так. Подмогём нашему другу. Так, подбеги сюда. Мужичок. Кратос. Я его буду Кратосом называть. Фигды. Но он очень похож. Так. Все передохли, чёрт с ним. Нет, нет, остаёшься. Ты можешь и отсюда стрелять, я верю в тебя. Нет, стоим до упора, короче. Я сказала, до упора стоим. А вот теперь можно бежать. Так, это держит оборону вроде. Ладно, пойдём. Медленно. Нет, не пойдём. Вот так всегда только начинаешь отходить. О боже, ещё только 50%? 50% врагов, серьёзно. Ох, далековато, ты что-то убежал. Давай назад. Не-не-не, мне не нравится. А что ещё медленнее там, господи? Замедлились, коты. Так, товарищ Кратос. Дело есть. Давайте на подмогу. Всё. Мы снова вместе. Надо как-то так встать. Сюда, что ли? Поближе. Тихо. Тихо. Ловите. Кстати. Я же ещё этот молот не кидала. Давай. Покажу. Вон он летит, смотри. Мимо... Нет, по-моему попало. Так. Не туда вы бежите что-то, ребят. Долгие они, что-то пипец. Ну-ка, сколько он уронует? Ну-ка. Ну не бейте, дайте мне посмотреть. Сколько он урона наносит. Это сейчас крит вам был? Чёрт. Вот так всегда. Никакого буланцу. Так. Извините к стихиям. Ой, не то делаем. Ну ладно. Упустим. Упустим. Идите в ту сторону. Там для вас нагажены. Фиг ли вы идите туда? Так. 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 Так, ну-ка теперь бежите туда. Подожди. Бей. Там же шипы мешают. 28. Что-то там. Это нереально. Понятно. Нужно как-то вот... Нужно в тренировку какую-нибудь зайти. Может быть посмотреть, сколько он урона наносит. Так. Ножёбник какой-то клёвый. Золотые ножные пластины защиты от огня. Они, кстати, хуже, чем мои нынешние по защите от огня. Но две силы добавляют. И сопротивление в воде не отнимает. Ну, не знаю. Шипы столько туда добавить. Этот не может у меня тяжелые штаны носить. Кстати, прикольно, что несмотря на то, что он у нас не участвует в битвах, я могу все равно ему постоянно что-то менять в шмотках. Ну, ладно. Вообще, давайте здесь приостановимся, потому что серийка затянулась. Уже вот час. Вот ненавижу, когда так случается. Ай, блин. Ладно. В следующей серии будем продолжать исследовать этот этаж. Мне кажется, он уже скоро должен подойти к своему завершению. Ту синенькую свиток вот тут я подберу. Вот этот нижний. Не знаю, что там. И вот с этим тоже нужно будет разобраться. Нужно понять, кому дать минус к пробиванию магической брони. Всё, в общем, разрешаемо. Всё будет. Но пока что серия у нас заканчивается. Большое вам спасибо за внимание. И до встречи в следующей серии. Пока-пока.